Жить в центре столицы это не всегда престижно. В старых домах встречаются квартиры, где находиться практически невозможно. Одно из таких жилищ расположено в Сеченовском переулке в Хамовниках. Его обитателям приходится каждый день бороться с тараканами, канализацией и уворачиваться от падающей штукатуркой. Подробности материали Марии Самгиной. Это кадры не из экзотической страны. Такие гигантские тараканы живут в Хамовниках в обычной московской квартире. Я просыпаюсь и вижу, по стене ползет вот такой вот таракан. Это просто кошмар. Находиться в этой квартире это экстрим. Так как дом старый, канализацию не делают, вокруг труб пустоты и проходы, все эти тараканы из подвала идут к нам. Спрятаться о них невозможно. Насекомые здесь не единственная проблема. Недавно, как рассказывает Алексей, в его ванной обрушился потолок. Вот эта фальш-панель, то есть вот фальш-панель защитила нас от несчастного случая. Все беды, по словам Алексея, начались 4 года назад. Сначала система отопления вышла из строя. Потом заливали соседи, прорывала трубы, замыкалась проводка. Теперь вот из ванной бьет гейзер. Правда, не всегда горячий и пахнет отнюдь не духами. Вот эта канализация у нас бурлит и поднимается каждый день. Иногда бывает вот так вот до уровня поднимется и выливается все нахуй. Такое обычно случается, когда у соседей с верхних этажей банные процедуры. В эти моменты Алексей начинает многоступенчатый забег. Уговаривает жителей отложить душ на потом. Это вот каждый день. Это вот запах этот жуткий. Вот я вам скажу так. Родился ребенок, он один раз сюда зашел и испугался. По словам Алексея, растить ребенка в таких условиях просто невозможно. Сырость, серость, плесень, тараканы – все это только подрывает здоровье малыша. И отправил его к бабушке с дедушкой. Сам обратился в управляющую компанию. Однако там на беды мужчины не откликнулись. Я обращался в бизнес-трейд по поводу, во-первых, ликвидации аварийного состояния канализации, водопровода и рухнувших потолков в местах общего пользования. Никакой реакции не было. Если визит Алексея в управляющую компанию никаких результатов не дал, то на нашу съемочную группу реакция была совершенно другой. Потому что жители не следят за своей квартирой. Это прежде всего. Насчет проблем с канализацией, постоянных подтоплений и рухнувшего потолка представители говорить не хотели. Потом, спустя полчаса, вышел охранник и предложил побеседовать с начальством, но только наедине. Это не ко мне, понимаете? Это не ко мне. Я просто передал руководству, что вы хотите с ним пообщаться. Они сказали, пожалуйста, готовы с вами пообщаться, но без всяких камер. После долгих переговоров выяснилось, что о проблемах Алексея там якобы ничего не знают. В управляющей компании заявили, что в течение года от него не было ни одной жалобы. Полтора месяца назад, когда было собрание бизнес-трейда, я все эти материалы показывал директору, но реакции никакой. Сейчас юристы советуют обратиться Алексею в МОЗ-желинспекцию и в прокуратуру, а уже впоследствии в суд. Мария Сумгина, Егор Ефремов и Иван Мельничук, Москва, 24.